Танки, танки идут с казинки, они уже суть, там горит, там горит все, танки звонила, у нее батарея села, короче, а сейчас только что, написали, что танки уже, танки они, короче, и дроновка, сказали, там такой бой сейчас идет, страшен из дроновки. Что это? Я не знаю. И тревожные вести из воинской части. Приветствую вас, друзья. Сегодня, 22 мая 2023 года, подразделения Русского Добровольческого Корпуса во взаимодействии с Легионом Свобода России начали специальную военную операцию по освобождению России и защите россиян от издевательств, которым они подвергались на протяжении многих десятилетий со стороны московского режима. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессии. Наступление началось с территории Украины на КПП Грайворон, куда зашли танки и другая техника РДК и Легиона Свобода России. После уничтожения российских националистов на территории КПП, боевые действия продолжились в населенном пункте Козинка. Далее движение продолжилось вглубь России по направлению к городу Белгород, жители которого неоднократно высказывались о своем недовольстве московским режимом и желании отсоединиться от России, провозгласить независимость и перестать кормить Москву. Границы Украины и Белгородской области подтягиваются колонны с военной техникой и личным составом. РДК и Легион Свободы просят белгородцев не снимать и не выкладывать в сеть перемещения военной техники. По радио в Белгородской Народной Республике транслируются сообщения с инструкциями для местного населения. Закройтесь в своих домах. Для повышения герметичности помещения заделайте все трещины в цвете, в коробках, зашпакнуйте щели ваконных, в проемах. Пока не выходи, выходи на улицу. При этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из резины, поролона или другого. На данный момент в населенных пунктах Глотово, Гора Подол и Грайворон идут боестолкновения с российскими националистами. Местные жители жалуются, что московские оккупационные власти не пускают их в бомбоубежище и прячутся в детских садах и больницах. Того бомбоубежища нет, два бомбоубежища в доме, два подвала. И не можем ни водить зайти, да что ж это такое, а? РДК и Легион Свободы смогут оттеснить российских националистов и дать возможность жителям Белгородской Народной Республики на самоопределение. Ведь именно им решать, продолжать находиться под гнетом московской хунты или стать независимыми и самодостаточными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова